все спасибо этому дому а мы едем к другому покидаем потихонечку Борисоглебск время правда час уже как обычно мы засиделись туда-сюда пока собирались да вон пасмурная сегодня погода но на следующие пять дней вообще передают дожди даже может быть ну да по-моему на пять дней поэтому мы быстрее свалим может быть немножко хотя бы уедем от них и короче они нам дают фору пока что но посмотрим хватит ли нам ее чтобы свалить мы постирались помылись чуть-чуть подзарядили гаджеты всякие ну конечно не до конца но больше у нас выбора нету ну и все теперь чистенькие свободно дышащие едем в сторону выезда из города вот такой вот Борисоглебск у нас вышел вон кстати сергей на мотике которого мы ночевали сегодня не помню я ездил здесь слева нет мозг мозг перейдете и там я просто не помню кажется слева будет лучше дорога чем справа справа будет щебенка слева там будет такая тропинка выкатанная ну вот сейчас перед мостом будет щебнем но там наверно придется это провести колес можно пробить о чем не менять придется да да как ничего спасибо тебе удача лови лови других путешественников так на связи до новой николаевкой будет потому что время тоже сколько сейчас 5 часов уже темнеет но у нас даже сейчас зарядиться просто скажешь ничего не успел и он вещи еще сырые ну все это сырые да так себе немножко подзарядиться не до конца успели ну а хоть чуть-чуть да вам удачи давай 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 обязательно пока пока все попрощались мы едем уже все теперь одни по тому же маршрут как мы выбирались там сколько когда мы тут были три года назад и сейчас через какой он там чугунный мост будем пересекать и там на трасс выйдем немножко сократим тем самым путь себе все-таки мы кстати наверно трасс туда выйдем как думаешь вот у них тут клевое место такой чугунный мост и ну вот тут слияние как раз рек ворона и хопер тут вот люди еще отдыхают там у них волейбольные площадки смотрите какая красотень вокруг ну и вот мы по мосту сейчас перебираемся на ту сторону там будет скоро выезд с трассы он там кстати мы где-то ночевали он там как раз эти площадки волейбольные вот там у нас палаточка стояла недалеко пора переходить на ту сторону там он тропиночка а тут мы идем по щебенке вообще прям неудобно так что погнали туда смотреть какие крутые основанию столбик рарит сет блин чуть не упал ваще красотень выглядит прям футуристично 21 веке мы как говорится не ищем легких пущей пущей не ищем легких путей мы мы сейчас собираться как-нибудь все осталось чуть-чуть вот уже трасса почти выбрались ну вот и все мы на дорожке уже нам вон туда теперь надо ехать речка хопер та самая смотрите какая красота берегите лес ребятки точно конечно и стрёмно вот так по трассе ехать фуры нас прижимают блин задолбали вот нельзя притормозить вот так вот прям некоторые едут даже еще ближе к нам ну и мы вот так вот по этой бровочке небольшой аварию вон такую жесткую проехали грузовик туда в кювет улетел я не стал снимать классные вот эти вот тоже стеллы такие старые тоже прям офигенно выглядит можно начинать собирать их в коллекцию куда-нибудь волгоград жди нас надеюсь мы доедем вообще блин что-то против ветра всю дорогу едем прям это сложновато немного вроде особо горок нету но даже если спуски допустим то мы вообще не разгоняемся ветер нас тормозит наоборот полевая кухня в действии мы чуть подустали поэтому остановились вот сейчас как раз пообедать а то время то уже собственно но без 24 и чё-то вообще тяжело отъедется да короче ветра чё-то мне нравится только что мы рядом находимся с трассы это вызывает у меня негативные эмоции мне страшно за нас мы такие беззащитные перед этой дорогой но нет выбора нет другого пути мы едем потихоньку движемся сейчас перекусим и поедем дальше таком от местечки полях где-то остановились вон там везде кругом общественный туалет правда но мы вроде так более-менее нашли местечко хоть ничем не пахнет скучно конечно ехать что там у нас дорога вокруг поля машину вот который нас обгоняют подрезают в принципе все нечем не за чего глазу даже зацепиться но еще конечно вот не совсем отдохнули точнее мы как бы вообще не отдохнули мы получается вчера только приехали в борисоглебск сегодня вот опять мы в дороге но это все из-за погоды серёга сделал все что мог привел нас хоть немножко чувства ему вообще прям отдельный респект передаем привет откуда-то вот с полей мы в принципе не так далеко отъехали но ничего пусть может быть посмотрит это видео нас оставлял у себя еще предлагал нам разные приколюхи поиграть с ним покататься на водном мотоцикле представляете что от чего мы отказались только ради того что завтра идет дождливый циклон поэтому мы от него убегаем всячески может быть сегодня даже ночью поедем не будем останавливаться под закат не будем останавливаться поедем дальше рис колбаской последний кетчуп хлеб присаживайтесь удобнее накладывайте себе всем приятного аппетита сейчас два года таких где я первый раз встречаю как вы серьезно говорю вообще отгоняют вроде вообще есть такие еще я своими глазами первый раз вижу первый раз повезло вам вене очень приятно саша очень я думаю спорту я проехал путешественники даже спрашиваю специально родительские детства а так и так где вы берете а это не хватает но мы вот в городах иногда там покупатели да и покупаем или знакомые находятся то есть мы вот в городах останавливать сегодня вот мы из боестоглебск сегодня выехали то есть там были на так вот сухпайок у нас с тобой есть гречка вот рис я удивился прав просто на футболке ну хорошо да вот я сегодня сейчас я буду скажу вот так и привет скажу видео разговариваю забавный дядька такой первый раз проехал когда мы сюда только заворачивали вот уже обратно откуда-то едет вот решал остановиться поболтать немножко с вами ну и чайчик конечно же с ништячками пока они у нас есть нашли вон разбросанный лук наверное из камаза я возьмем один а то у нас нету ништяк ништяк подгонки бесплатный лук ну а мы снова в пути снова едем впереди прямая беспонтовая дорога поля машины не больше ничего интересного а мы уже волкоградской области хотя мы совсем чуть-чуть проехали но зато уже из воронежской выехали уже прям практически совсем стемнело а мы все еще едем вот фонарики себе сделали правда у меня не совсем хорошо светит у марин получше а мы едем сейчас хотя бы нам до магазина доехать ну километров 12-15 нам еще ехать сейчас доедем до магазина потом уже после этого будем ставить палатку сожалению короткий у нас день получается иначе мы чет никак не можем пораньше встать чтобы продлить себе световой день ну вот так вот поэтому вот в таких вот условиях мы едем собственно вот почему мы обычно по ночам не ездим это просто жесть вообще ничего не видно и вот так вот вид меня чуть 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 осталось ладно вся доедем уже скоро не повторяйте такое за нами мы доехали там до поворот сейчас вот скоро уже он будет но нашли вот какой-то такой магазин прям на дороге сейчас узнаем что там почем марин вот пошла все там этот магазин оказался как на вокзале знаете на автовокзале чуть дороговато поэтому нам это не подходит мы хотим все-таки завернуть в пятерочку купить продукт там да тут даже хлеба нет что нам нужно обязательно ехать дальше я марину оставил там поближе к трассе а сам вот еду в магазин 5 километриков еще туда и обратно естественно в какой-то вот не знаю поселок деревеньку городок куда-то вот сюда еду я думаю вам уже конечно ничего не видно но здесь так неплохо смотрите какой собор там кинотеатр какой-то был до этого еще парк такой тоже миленький там прям куча молодежи главное обалденно вон и батюшка ленин площадь ленина прям тусуется он народ везде хоть он здание тоже красиво а меня немножко облом вместо пятерочки тут какой-то магазин покупочка на себя зайду сюда посмотрю а потом если чего там есть магнит еще недалеко все я наконец-таки вернулся вон сколько покупку купил на все на три сотки вышла салфетки овсянка соусу такого супер супер пупер острый морковка яблоки хлеб картошка ряженка две штуки чё там помидоры огурцы бананы все вроде да и сок еще все на три сотки вам вышел какой-то магазин как он называется там вместо пятерочки кстати был не тот магазин но он как-то по-другому называется но тип того по идее такие у нас сегодня результаты 67 59 километров мы сегодня проехали набором высоты 353 метра до 5 часов средняя скорость 13 с половиной максимальная скорость 36 7 максимальная высота 156 такси конечно на сегодня что-то прям очень тяжело было первых против ветра еще ехали и все-таки надо отдыхать а мы уже как который день подряд едем едем но его сейчас поставили уже палатку где-то в яблоневой рощи здесь вот под новониколаевском вот я сейчас туда ездил магазин вот готовим картошечку сейчас будем кушать а завтра друзья я вас уверяю я пойду искать что яблоки правильно вот клещ клещ прикинь клещ ни хрена себе не надо просто выкинь аккуратно все так пни его рукой-то прям ты не раздаешь его ничего чё теперь мы будем потом смотреться еще а а